Осторожно, школа. Долгострой, который неожиданно превратился в быстро строй с немалыми инвестициями, должен был стать гордостью посёлка Драба в Черкасской области. А стал местом опасных для детей. Почему так недолго продлилась радость, и как избежать трагедии, разбирался Станислав Кухарчук. Эта школа должна была стать гордостью Драба. Она оказалась проблемой для всего посёлка. Вначале, как долгострой, здание не могли сдать в эксплуатацию 16 лет. В 2010-м его на скорую руку за три месяца всё же достроили. А сейчас в школе протекает, казалось бы, ещё новая кровля. Талая вода и дожди буквально заливают помещение. На прошлой неделе работники столовой едва справились с потопом. Вода полностью уничтожила электропроводку. Дети остались без горячей пищи. Ещё и стены покрылись плесенью. Тут было много воды. И выключили плиты для того, чтобы безопасно нам было тут находиться. Причём заливают школу уже третий год подряд. Жалуются учителя. Некоторые классы пришлось закрыть. Зараз закрыли цей класс. Он уже четвертый день закрытый полностью. До этого тут дети научились. Переседали на передней парте, потому что мы боимся, чтобы хотя бы не обвалилось. В отчаянии не только учителя, но и школьники. Учиться в таких условиях просто невозможно. Очень плохо дыхать всем по витрям. По витрям кластью, чтобы немного подсохли. Когда ростал снег, они такого не представляли ветра. Альтернативного помещения в Драбове нет. Здание старой школы местные чиновники два года назад отдали под военкомат. А в Новострою почти 600 детей, как на пороховой бочке, жалуются родители. И показывают вывод прошлогодней министерской комиссии. В районной администрации все списывают на предшественников. Дескать, они принимали и сдавали эксплуатацию школу. А нынешние власти вынуждены искать деньги на ремонт. Было проведено ремонтные работы на 70 тысяч в прошлом году, в 16-м году. Понятно, он этого эффекта не дал. Сколько именно бюджетных денег ушло на ремонт школы 7 лет назад? И кто принимал помещение в эксплуатацию, теперь выясняет местная прокуратура. На данный момент подозра не оголошена. Будет вопрос о оголошении подозры, будет вырешиваться за результатами проведенных экспертиз. Между тем, на перекрытие крыши в столовой районные чиновники все же нашли полтора миллиона гривен. Но на полную реконструкцию нужно еще 20. Ведь учебное заведение сдали в эксплуатацию даже без актового и спортивного залов. Станислав Пухарчук, Павел Тимошенко, телеканал Интер, Черкасская область.